Следующая часть будет у нас про дегазатор. То есть задан вопрос, конкретно как это все сделать. Сложного там ничего нет. Это отсек дегазации. Про дегазацию в прошлый раз рассказывал, пересматривать, если кто не в курсе. То есть это первый отсек, в который из шахты прямотоком по прямым трубам вода стекает, падая. Ну то есть должна трубка не доходить до воды хотя бы там сантиметров 10. Ну то есть не погруженная быть в воду, как мы создаем обычно, чтобы не происходило бурление, чтобы шум не мешал нам спать и тому подобное. Привилегии для себя любимого. То есть надо сделать так, чтобы трубка сантиметров 10 находилась до воды, не доставая. То есть она соответственно падает, вода и происходит бурление. То есть если вы сделаете, как я рекомендую, от двух пятидесятых труб, я имею в виду нормальную систему, там 500 литровую более, то соответственно бурление это будет прям такое серьезное, как такой хороший водопадик. Должно быть это все в такой закрытом отсеке, ну то есть это отсек санта. Полностью закрытый сверху сделать какие-то там, ну например в стекле прорезать отверстия, в стекло ввести эти трубки или пластиковую какую-то крышку сделать. Я сейчас про герметичность. То есть можно сделать достаточно герметично, оно внутри будет бурлить и вам почти не будет ничего слышно. Ну то есть само устройство вы можете посмотреть, я же еще раз повторяю, у американцев, у них есть, даже где-то находил, то есть можно просто забить в поисковике про дегазатор и посмотреть само устройство, как они это реализуют, ну то есть чтобы не было слышно. Так в принципе вот бурлит, да и бурлит, и хрен с ним, какая разница. Ну то есть здесь моменты такие, что вам мешает это спать, это все время там чего-то, там грохот какой-то стоит, то есть это бурление постоянное. И следующий момент, опять же, если у вас герметично закрывается тумба, то можно на ночь, ну например, там если тумба со стеклянными дверями, то есть она вообще там из стекла, в принципе глушится звук прям вообще отлично и ничего не будет слышно. Ну то есть, ну и еще плюсом вам к дегазации, это именно вот это вот поверхностное течение, то есть если помпа бьет по поверхности, ну там какими-нибудь волнами, там импульсная, то соответственно разбивает пленка вот это поверхностное натяжение воды, происходит тоже выветривание, то есть дегазация. Вы можете также там, например, добавить хороший вентилятор сверху, который будет дуть вам на поверхность воды, создавая реаль. То есть он то же самое, он повышает испарение, тем самым разбивает пленку поверхностного натяжения, и соответственно у вас выветриваются также точно газы. Но вода должна перемешиваться хорошо, то есть основная дегазация происходит в дисплее, ну теоретически. Но так как у нас в дисплее, как правило, там водичка спокойно стоит, с какими-то там легкими перемещениями, то соответственно выветривание плохое, и вот нужно именно усилить, создать бурление, как и в море. Ну то есть естественно вы этого не сделаете сильно там как-то там, ну по мере возможности. И основное это вот этот дегазатор в отсеке Санта, то есть чтобы там прямо грохот стоял такой серьезный, когда вы там открываете крышку, чтобы бурлило прямо хорошо. То есть чем больше у вас перемешивается вода, чем больше происходит вот этот микрошторм, хотя бы в одном из отсеков, тем соответственно лучше у вас условия, и тем более система у вас будет живая. То есть это все будет выветриваться, процессы будут идти-идти, и то есть у вас будет некий такой аналог открытого там какого-то водоема, то есть моря там еще чего-то, то есть насколько это возможно. Вот так.